Всем привет, друзья! Сегодня я хочу коснуться темы амортизаторов и почему так получается, что амортизаторы не текут, вы ездите на машине, но потом начинает чувствоваться такой небольшой люфтик, они как бы не совсем правильно работают, но допустим прокачать вы их не можете. Вы знаете, что когда вы ставите новые амортизаторные стойки или амортизаторы, сначала нужно сжать полностью до упора амортизатор в вертикальном положении, а также потом в вертикальном положении вытянуть до упора амортизатор. То есть сделать несколько ходов от крайней до крайней точки несколько раз. Это называется прокачка амортизатора перед установкой. И после этого нельзя амортизатор ложить горизонтально, то есть вот так он в вертикальном положении должен оставаться. Также потом ставится на него пружина, если это амортизаторная стойка, либо этот амортизатор ставится там, допустим, на заднюю подвеску, в таком же положении, его нельзя ложить, для того, чтобы в его колбе вдруг не оказалось там чуть-чуть малое количество воздуха, которое будет давать небольшой люфтик. То есть, есть такой момент, когда амортизатор начинает в каком-то положении не совсем срабатывать, и получается не очень комфортная езда. Мы видим, что амортизатор не течет, но он не отрабатывает так, как положено ему отрабатывать. Я вам скажу очень просто. Просто вы много раз, сто процентов даже замечали это, когда вы приезжаете на сервис, и после того, как вы с сервиса выезжаете, машина себя ведет совершенно по-другому. Даже если вам просто делали диагностику, ничего не разбирали и ничего не меняли. Амортизатор работает, как правило, ну, есть двухходовые, есть одноходовые амортизаторы, но в принципе у них самый основной везде типовой. Он должен с относительной легкостью сжаться, и с небольшим усилием он должен вытягиваться. То есть, он как бы подлавливает машину. Мы поймали бугорок или там какую-то кочку. Колесо сработало у нас, получается, вжалось, а потом медленно оно опускается назад. То есть, кузов от колеса, получается, человек поднимается наверх. Значит, это получается половина схода. Так вот, самое интересное, что нажатие, ну, до отбойника часто бывает, что там кто-то наскочил на какой-то неровности, там, на лежащего полицейского, на бугорки, и амортизатор ходит до отбойника. То есть, он выходит за пределы своей рабочей зоны, которая, скажем так, по простым дорогам, по ровным дорогам, у него есть определенная зона, по которой он ходит. То есть, шток ходит в определенной зоне. Но у него есть еще там верхнее положение крайнее, там, где он редко когда бывает, и нижнее положение, когда он практически никогда не доходит. Так вот, самый интересный момент, получается, так, что, когда мы поднимаем на подъемник, у нас колеса вывешиваются полностью, вытягиваются, и амортизатор полностью растягивается до упора. И в этот момент у него как раз уходят вот эти пузырьки воздуха, которые там остаются. В процессе работы они накапливаются, это нормальная работа амортизатора, что воздух там оказывается. Вот, но когда мы на подъемник подняли, у нас амортизатор вытянулся, у нас тот воздух вышел, жидкость зашла, полностью заполнила колбу, и мы выезжаем, и машина совершенно по-другому ведет себя. Я вам скажу, это полезно даже делать, ездить на диагностику, чтобы вам просто подняли на подъемник, вывесили, и потом опустили. Даже после этого движения у вас правильно смазка затекла в амортизатор, колбы заполнились, воздух вышел, и у вас амортизатор будет дольше служить. Моя рекомендация просто, даже если у вас все в порядке, хотя бы раз в два-три месяца заезжайте на станцию, пусть вам поднимут, пусть посмотрят, заодно проверят, сделать эту диагностику на копейки стоит. Пусть посмотрят у вас состояние ваших там других деталей, а заодно вам автоматически прокачаются эти амортизаторы, из которых выйдет воздух, и уйдет вот этот промежуток в работе амортизатора, который создает этот люфт. То есть уже будет более мягкий ход, и работать амортизатор будет лучше. Ну, это специально положено так делать. Многие просто об этом не знают. И я вам просто рекомендую делать это периодически. И амортизаторы будут служить гораздо дольше. Так что, если кому понравилось, ставьте палец вверх, не забывайте подписываться на канал. И всего вам самого наилучшего. Всем пока.